Ну что, дошло дело до установки патрубков, и первое, что нам нужно сделать, имея печальный опыт со всем вот этим производством китайским, нам, конечно же, нужно проверить, соответствуют ли вот эти патрубки патрубкам стандартным, чтобы когда всё будет разобрано и слиты все жидкости, уже не было для нас никаких сюрпризов. Ну, помпу, я думаю, всё стандартно будет, а вот патрубки перед установкой обязательно нужно проверить. Спасибо деду за победу над течью с помощью горчицы. Это вот вода с химией после промывки. А нахер патрубки менять? Вот горчичка, пожалуйста. Вот такая вот чача с блока вылилась. Вот, видно там наши любимые вкрапления горчичного происхождения. Ну, мне кажется, это успех, ребят. На второй раз уже дно видно в бадье в этой. В прошлый раз, чтобы добиться такого результата, я, наверное, раз 20 заливал и сливал. Ну, как она выглядит, как моча, конечно, ещё до сих пор. Но хотя бы уже прозрачная, нету вот этих вкраплений. Вот это из блока вода такая вылилась. Ну да, наверное, ещё разочек, я думаю, хватит уже. Ну вот, я подразобрал. У помпы вроде бы люфт небольшой. Если люфт и небольшой, то видно здесь, что помпа течёт. Вот это я и заметил, поэтому и придётся её менять. Этой помпе 5 лет. Я пробег не знаю, какой на ней. У меня какое-то время не работал спидометр. Я купил машину и сразу поменял эту помпу. И вот, со всяким говном в системе охлаждения, вот она прожила 5 лет. Конечно, в последнее время не сильно часто эксплуатируется эта машина. Но где-то первые 2 года её просто драли во все дыры. Поэтому, я считаю, нормально помпа прожила. Ну вот, старая моя помпа, вот видно, где она протекала. Вот, видно. Я даже её, когда снял, с неё немного вытекло какого-то говна. Если заглянуть вот сюда, то видно там всякий мусор, какое-то говно, песок. Поэтому, ну, неудивительно, что она протекла. Здесь мы видим отличие этих помп. Такая же наклейка здесь была, по-моему. Ну, я уже не помню. Это 5 лет назад реально я её ставил. Поэтому я ничего так конкретно сказать не могу. Вот такая здесь будет крыльчатка. Попробуем, что это за зверь такой. Я там почитал отзывы, что они разваливаются, эти помпы, у некоторых людей. Сейчас поставлю и зафиксируем пробег. И посмотрим, через какой пробег она развалится. Ну, или через какой промежуток времени. Потому что машина не часто ездит. На сегодня я завязываю. Время уже, наверное, часа 2 или 3 ночи. Я даже не смотрел, сколько времени. А мне ещё нужно поспать немножко хотя бы, чтобы пойти на любимую работу. Ну что, помпа на месте. Никакого люфта теперь нет. Вращается она вот так вот. Старая помпа клинила. Она так плавно не вращалась. Сняты все патрубки абсолютно. Патрубки печки. Пришлось тут немного подраскидать. Проводку снять, чтобы было удобно добраться. Отводы я все почистил. Вот до такого состояния, как и в прошлый раз. Абсолютно все я зачистил. Перед установкой патрубков они будут ещё обезжириваться, конечно. Патрубки старые я все снял. Есть, конечно, интересные моменты. О них я, может быть, расскажу в отдельном как-то ролике. Всё зачищено. Всё подготовлено. На сегодня я закончу. Вчера вот я не успел помпу поставить. Пришлось сегодня ставить. Ну и всё. На сегодня у меня уже больше времени нет ни на что. Нужно идти отдыхать. Работать, конечно, хорошо. Но отдыхать ещё лучше. А как вы знаете, я очень ленивый человек. И для меня отдых это святое. Поэтому продолжать я буду, скорее всего, уже завтра. Ну или послезавтра, когда там у меня время будет. Вот так постепенно, постепенно я всё и делаю по чуть-чуть. А вы потом меня долбите в комментариях, где видосы, где видосы. Два часа ночи, а я занимаюсь зачисткой вот этих всех. Так, ну что, я начинаю уже окончательную подгонку патрубков. Хотел показать вот этот патрубок, значит, вот это заводской, как мы помним. Вот это, которое я буду сейчас устанавливать. Они примерно одинаковые. А вот я хотел показать, который у меня стоял патрубок. Я уже в прошлый раз говорил, когда устанавливал их, что мне не хватило этого патрубка по конфигурации. Вот если на него посмотреть, вместе с заводским. У него вот в этом месте ровного участка не хватает буквально там 2 сантиметра. Здесь же мы видим, что этот ровный участок гораздо больше, как раз на эти 2-3 сантиметра. Соответственно, по идее, вот этот патрубок должен стать более-менее нормальным. Вот я говорил про вот эти клеёночки. На новых патрубках я решил оборвать эту клеёнку. И вот что мы имеем. Получается, эти буквы как бы впаяны в верхний слой силикона. И закрыты вот этой клеёнкой. Если её сразу не оторвать, когда всё это засохнет дело, получается вот такая тема. Видно, что вырвались эти буквы из верхнего слоя силикона. Это, в принципе, не страшно. Но, соответственно, сами понимаете, что эстетики это не добавляет. Этот патрубок стоит вот так. И, конечно, этого не будет видно. Поэтому я и пошёл на такой эксперимент, чтобы вам показать, вот что получается. По вот этим старым патрубкам. Есть, конечно, и мои косяки я нашёл при установке. Но, конечно, в основном патрубки текли из-за того, что это патрубки такие. Вот даже если посмотреть вот так, видно, что волосня, вот эта, она находится в контакте с охлаждающей жидкостью. Вот видно этот шов. Вот это уже идёт армировка нитки. Такая же ситуация и здесь. Мы видим вот этот шов. И вот даже видно, как нитки торчат там в охлаждающую жидкость. Естественно, что вот эта вся намотка, она пропитывается со временем охлаждайкой. И всё это ссыто. А мой косяк был вот здесь. В одном единственном месте. В общем, не было обжато немного. Видимо, я его или перекосил, или не дожал. Но здесь сейчас не видно. Когда я его только снял, он был мокрый. Было очень хорошо видно, что проблема была именно в том, что патрубок не был обжат. Вот это именно был мой косяк единственный. Всё остальное, это всё сами патрубки. Я, может быть, в дальнейшем их даже разрежу. И покажу, что у них там внутри творится. Но это, может быть, будет какое-то другое видео. Как я говорил, по-моему, на распаковке или где-то, что мне показалось, как будто бы вот этот патрубок и вот этот патрубок из другой партии или как-то по-другому сделаны. И действительно, я взял, замерил этот патрубок, который мне показался более плотным. И вот этот. Вот эти патрубки, вот эти два, на миллиметр в диаметре больше, чем вот эти. Вот этот и вот этот. Ну, я не думаю, что это не обожмётся. Но, если что, придётся, наверное, чуть поменьше поставить хомуты. Ну, посмотрим. Опять же, это всё надо смотреть уже на машине непосредственно. Дальше. Патрубки печки намного толще, чем те, которые у меня стояли. Если даже вот так посмотреть, то явно видна разница. То есть, у них диаметр где-то на 2 миллиметра толще, чем у меня стояли до этого. Да, ещё забыл показать. Вот надписи теперь здесь нету. В тех местах, где они мне не нравились, надписи теперь у меня нет. Вот такие вот синенькие, ровные, однотонные патрубки у меня будут установлены. Слегка матовый квадратик. Зато нет вот этих кривых надписей всех. Вот термостат. На нём до конца одет. Вот радиатор. На нём одет тоже отлично просто. И смотрим, как он становится. Он становится просто отлично. Мне нравится. Сейчас я вот этот отвод подгоню сюда. И вот этот угловой патрубок. Как вы помните, в прошлый раз вот здесь перекашивался патрубок. Ну, соответственно, из-за этого, скорее всего, оно там всё и подсекало, так как он стоял под углом на вот этом отводе радиатора. Ну и здесь, соответственно, не как в прошлый раз, не сантиметр на термостат он надет, а всё отлично здесь. Так, ну что мы здесь видим? Вот без подгонки получается всё практически встало на место. То есть, получается, здесь всё встало нормально. До упора, до упора. Здесь до упора, здесь до упора. Ну и, соответственно, там внизу хорошо прям на отвод всё заведено. Здесь ничего не перекошено. Вот этот угол также не перекошен. Единственное, вот здесь надо подрезать. Ну, так я не покажу, наверное. Пол сантиметра здесь надо подрезать. Вот здесь снизу. И всё это дело сядет на своё место, и всё будет отлично. Ну вот, 15 минут, в принципе, всё стоит на месте. Основные патрубки все на месте. Здесь пришлось подрезать, здесь пришлось подрезать. Остальное всё стоит по стандарту. Ничего не подрезалось, ничего не подгонялось. Единственное, мне не нравится, не знаю, смогу я показать, вот это место. То есть, получается, длина вот этого патрубка, вот в этом месте, она буквально там на полсантиметра короче. Либо угол слишком здесь сильно сделан под 90 градусов. Если бы его растянуть чуть-чуть, как здесь вот, допустим, вот здесь вот, он не такой острый. То, в принципе, бы длины патрубка конфигурации хватило. А здесь получается, что патрубок слегка перекошен. В этот раз как-то быстрее дело идёт. Возможно, это опыт, а возможно из-за того, что патрубки более-менее сносны и попадают по конфигурации к самой машине. Ничего не приходится выдумывать, придумывать, куда-то натягивать. Ну вот, я собрал полностью этот узел, обжал все хомуты к термостату, прям от души так обжал. Всё обжалось, даже вот видно, что хомут почти сомкнулся. Но при этом он обжался. На предыдущих моих патрубках в некоторых местах хомуты полностью смыкались. Ну, допустим, на отводе радиатора. Вот посмотрим сейчас, как будет выглядеть хомут на отводе радиатора с этими патрубками. Сейчас надо не забыть только вытащить тряпки вот эти, которыми я затыкал дырки в помпе и в отводе головки блока цилиндров. Иначе система, скорее всего, не будет правильно работать. Так, ну и вот первый косяк, о чём я говорил на отводе радиатора. Хомут уже сомкнулся, а обжатие ещё не произошло. Соответственно, сюда нужно будет ещё меньше на размер хомут поставить. Ну что, по традиции 3 часа ночи на сегодня я закончил. Можно было бы, в принципе, уже заполнять сегодня систему. Но, как вы помните, приключился небольшой косячок. Так, в принципе, всё готово. Печка получилась вот так. Здесь, как и в прошлый раз, я делал так, чтобы они не тёрлись друг об друга, когда мотор телепается туда-сюда. Ну, я потом более подробно покажу, когда уже всё будет готово, заполнено. И всё это будет работать. Пока вот такая ситуация. Здесь всё обжалось идеально. Даже ещё осталось на хомуте место, чтобы зажимать. В прошлый раз здесь хомут был притык зажат. Этот перекос я устранил. Я сначала здесь ослабил патрубок, натянул его сюда немного, затянул. Потом вот в этом месте я перекашивал его и здесь ровно затянул. Получается, здесь и здесь ровно затянулось, а где-то вот в этом месте он в натяжку разогнулся. Ну и получается, что на отводах он стоит нормально. И обжат он нормально. Сегодня, к сожалению, у меня уже ничего не получится. Завтра отработаю в три смены на своей любимой работе. И займусь опять машиной. Так, ну что, новый день, новый секс. Значит, что было сделано? Как видно, я поставил хомут уже на вот этот нижний патрубок. Пришлось купить вот такой хомут 36-39 за место хомута 40-43. Обжалось, в принципе, всё отлично. Видно, что хомут примерно в среднем положении. Дальше. Систему я уже заполнил, но так как я немного затупил, мне не хватило немного жидкости. Буквально там пару литров. Я надеялся, что у меня в запасе стоит ещё баклажка небольшая, трёхлитровая. Но оказалось, что её уже давно нет. Ну, либо я просто ослеп, пока занимаюсь ремонтом этой машины. Ну, ничего страшного. Нам главное сейчас проверить работоспособность всего этого дела. И если где-то обоссыться, чтобы это было видно сразу. Система заполнена полностью. Там чуть-чуть ещё есть. В принципе, всё стоит. Всё получилось. Всё отлично. По сравнению, конечно, с прошлыми патрубками земля и небо в плане установки. То есть, подгонять практически не пришлось. Так, ну что? Всё вроде работает. Течи не обнаружено. Единственное, конечно, надо добавить уровень охлаждающей жидкости. Но это фигня. Завтра куплю, долью. Течи никаких нет. Всё работает. Всё нормально. Ничего не оборвало. Ничего не оторвало. Помпа на месте. Ничего не вытекло. Шкивы не оборвало. Крыльчатка не улетела. Вроде всё работает. Пока я доволен. Уже несколько раз нагревал, остужал, нагревал, остужал. Вроде нигде не течёт. Так, наверное, лучше будет слышно мой голос. Давайте итоги расскажу, что я подогнал и как у меня что получилось. Значит, в принципе, мне всё понравилось. Ну, то есть, это терпимо. Это бюджетный комплект. И за вот эти деньги, которые он стоит, я считаю, что это неплохо всё встало. И неплохо всё выглядит и работает. Значит, что мне пришлось подгонять? Верхний патрубок радиатора, вот в этом месте, мне пришлось отрезать примерно вот столько. Здесь, наверное, я не знаю, сантиметров пять. То есть, запас хороший. Я сначала обрезал основную, ну и потом подгонял, чтобы, как вы помните, вот этот угол был немного ниже, чем здесь. Тогда система идеально заполняется и всё отлично. Вот это вот дело здесь где-то около сантиметра. Это я обрезал вот этого углового патрубка в районе термостата, чтобы здесь совпало отверстие в патрубке и сам отвод. Идеально прям, чтобы совпало. Ну, как не идеально, конечно, но чтобы оно хорошо совпало. И патрубок вот в этом месте не перегибался. Вот этот я вообще не подгонял. Он встал отлично. Нижний патрубок, как видно, встал отлично. Хомуты, значит, все остались. Те, которые у меня были, даже вот здесь. У меня в прошлый раз вот здесь была проблема с хомутом. Здесь теперь он стоит отлично. Даже есть ещё запас. Нижний хомут, как я уже говорил, мне пришлось заменить. Обжалось всё отлично. На всех абсолютно отводах патрубки сидят очень плотно. Патрубки печки, значит, вот этот Г-образный я вообще не подгонял. Подгонял я только вот этот вот, не знаю, вот эту загогулину. Значит, загогулина вот в этом месте, где она к печке подходит. Я обрезал примерно вот столько. Ну, здесь сантиметра три, наверное, может быть. Ну, и, соответственно, чтобы он сел немного глубже, чтобы вот этот вот, сам изгиб, чтобы вот этот распрямился. И между ними было расстояние. Мне важно, чтобы здесь было между ними расстояние, чтобы, когда мотор телепается здесь, чтобы они друг об друга не тёрлись. И вот здесь у меня ничего не протёрлось. Значит, снизу я обрезал ещё примерно вот столько. Это где-то, ну, может, сантиметр-полтора. Всё, больше никаких подгонок, ничего абсолютно я не делал. Сегодня 15 мая. От этого дня и начнём отсчёт вот их эксплуатации. Машина не часто эксплуатируется, но всё равно посмотрим по пробегу и по времени. Ну вот, пробег вот такой вот, зафиксируем его, 28 422 километра. Сегодня, 15 мая, были установлены патрубки Carum и помпа TZA Powerful. Ну что, новый день, вернее, новая ночь. Я зашёл в гараж долить охлаждающие жидкости, проверить подтекание патрубков, ну и записать пару видосов для одного из моих подписчиков. Подтекание я здесь никаких не заметил, здесь во всех проблемных местах я посмотрел. Все нитки абсолютно сухие, здесь, там, с этой стороны всё сухо. Все нитки абсолютно сухие, от отводов точно так же, нигде не ссыт. Вот здесь меня больше всего беспокоило. В прошлый раз именно здесь вот подтекало. Ну, здесь всё сухое, радиатор полностью сухой. Здесь точно так же смотрим, ни по стенке, ни по отводам, по самим, никаких подтеканий нет. Я думаю, многие со мной согласятся, что вот в таком виде, без надписей, патрубки выглядят гораздо лучше. Мне так больше нравится, не знаю, конечно, на вкус и цвет, но мне, допустим, не нравится, если бы здесь было вот так вот всё. Или здесь, допустим, была бы у меня вот здесь белая надпись. Ну, зачем мне это надо? Мне нравится так, может быть, кому-то нравится с надписями, делайте себе с надписями. Я хочу, чтобы выглядело вот так. Так, с этой стороны всё выглядит вот так. Здесь, опять же, всё сухо, все нитки сухие абсолютно, я всё просмотрел. Вот здесь, на проблемном месте в прошлый раз, внизу там, всё сухо пока что. Вот эти патрубки печки выглядят с этой стороны вот так. Никаких здесь подтеканий нет. В прошлый раз практически сразу вот здесь начало ссать под вот этой резинкой, пошло вниз вот сюда. Снизу всё выглядит вот так. Здесь всё обжато, никаких подтеканий, абсолютно ничего нет. Все отводы сухие, всё хорошо. патрубок стоит зазором везде к кузову все как положено в общем помпа также стоит на месте видно ничего не сыт не течет нигде не потеет все хорошо но все в принципе в остальном все осталось так же как и было единственное у меня было пол баллончика краски и я покрасил бачок верхней радиатора конечно машина выглядит не очень после пожара там у деда и вся гнилая ржавая как мне там пишут все там что ты капот царапаешь что-то то что ты это это экспериментальная машина еще не известно что с ней здесь будет и будет ли вообще этот капот на ней стоять и она крашена веником я показывал своих роликах вот такая у нее покраска замечательная поэтому ребят не парьте мне мозг не парьте себе мозг я делаю так как мне надо если вам что-то не нравится ну просто делайте по-другому или не смотрите как это делаю я ну вот уже машина три или четыре дня стоит у меня сейчас некогда ей заниматься зашел ее проведать и увидел вот здесь небольшие такие видно как подтеки попробовал подтянуть хомут у меня получилось еще подтянуть хомут будем дальше наблюдать что происходит сверху все везде сухо все отлично ну как мы помним здесь всегда было проблемное место патрубок конечно здесь очень тяжело затягивать здесь очень маленькое расстояние но посмотрим что будет дальше ну что сегодня 22 декабря а уже час ночи в принципе уже даже 23 декабря там вот лежит мой новый моторчик 2130 и как я писал в инстаграме сверху на нем лежит головка и все это прекрасно смотрится также здесь есть моя новая поршневая но это для тех кто может сказать что я занимаюсь пиздобали и снял все это одним дублем в общем сегодня 23 декабря уже скоро новый год и надо подводить итоги уходящего года я решил вам показать результат по патрубкам корум к сожалению у меня не получилось прям конкретно так использовать эту тарантайку в этом году потому что совершенно не было времени на нее но тем не менее кое-какие результаты есть у нас уже были минуса ночью до минус 7 по моему было и у меня там во дворе стоит практически такая же тарантайка но на резиновых патрубках и конечно же все эти резиновые патрубки при минусах тут же обоссались я не знаю как там в комментариях пишут что вы там по 10 лет ездите там на этих резиновых патрубках я не знаю почему мне так не везет ну именно вот эта ситуация заставляет меня искать какие-то альтернативные решения этой проблемы с резиновыми патрубками у меня все всегда абсолютно на всех машинах было печально никогда мне не везло в общем с ними да и с силиконовыми как вы знаете из моих роликов мне особо сильно не везло я сейчас пришел в гараж специально прогрел машину она уже наверно подостыла да ну вот где-то 70 градусов она и в принципе то течи нигде нет патрубки печки как можно заметить никаких подсеканий ничего нету в прошлый раз практически сразу же после первых же там буквально прогревов здесь начало ссать по моторному щиту то есть пошло по ниткам и потекло вот здесь даже видно старый след который я вытирал сейчас здесь все в порядке по самим трубкам также все здесь замечательно нигде ничего не мокрая нигде ничего не обоссалась вот эти соединения но это лучше будет с той стороны видно также видим что здесь все нитки абсолютно сухие снизу смотрим здесь точно так же все сухое в прошлый раз вот это все здесь было в охлаждающей жидкости точно так же здесь нитки белые и сухие все в порядке здесь никаких протеканий нет точно так же от вот не запотел не обоссался здесь все хорошо вот с этой стороны получше видно видно что нитки белые абсолютно и ничего не обоссалась также если посмотрим и снизу абсолютно все хорошо даже может быть приблизить если вот так вот видно все сухо и комфортно как в памперсах также здесь от вот все сухо с этой стороны печка точно также все видно что здесь нигде эти резинки все сухие ничего нигде не подтекает не подсыкает трубки все сухие здесь вот этот патрубок с которым в прошлый раз у меня были проблемы он также абсолютно весь сухой здесь все сухо радиатор везде сухой здесь ничего не происходит и даже вот это место где там начиналась какая-то течь в прошлый раз я подтянул здесь хомут и все здесь как видим отлично хорошо держится никаких просыканий ниточки все чистенькие с помпой я не думаю что за такой промежуток времени что-то бы случилось ну помпа также без подтеков в общем вот такой вот результат но конечно в жестких условиях как в прошлый раз у меня не получилось эти патрубки испытать я всего лишь отвез пару раз тещу на дачу ну и там всякую хрень по перевозил с прошлыми патрубками практически сразу начались проблемы они начали течь там потеть ну и как я уже говорил рядом стоит точно такая же машина с резиновыми патрубками и на ней абсолютно везде где только можно везде все обоссалась это тоже косвенный показатель того что в этот раз мне все-таки повезло с патрубками но опять же мне там начали писать в комментариях что посмотрев мои видосы заказали такие патрубки и им прислали там какое-то там по моему даже фотки мне кто-то скидывал я смотрел но вы должны понимать я максимально стараюсь когда заказываю вот эти все дела не политься чтобы мне прислали именно то что вы получите но дело в том что иногда там меня выкупают я уже начал там с разных имейлов все это заказывает чтоб мне не высылали там подобранные патрубки там или какие-то конкретно по этим патрубкам я просил там поровнее без надписи там чтоб надпись здесь там было возможно возможно мне выбрали патрубки которые чуть-чуть получше чем если бы мне просто из кучи достали и прислали у меня они работают я не могу конечно вам гарантировать что вам пришлют точно такие же по качеству патрубки поэтому тут как говорится доверяй но проверяй пока не купишь не узнаешь конечно я сам точно также вот это все покупаю ну вы видите все эти ролики все эти записи в инстаграме там в моей группе вконтакте насколько с большим скрипом с большим геморроем мне все это дается я там где-то что-то найду и мне сразу тысяча комментариев там як покупал это говно редко когда там подкрепляются с какими-то ссылками на записи или фотографиями что реально пришло говно в основном всегда это просто слова поэтому я всегда вам говорю если что-то у вас не получается или вас где-то накололи там прислали что-то не так сделали что-то не так брак там какой-то или что-то кто-то не хочет решать ваши проблемы какие-то обязательно обязательно пишите об этом ну и скидывайте ссылки можете ко мне в группу скидывать можете просто там в комментариях скидывать я только за я всегда за объективность я постоянно об этом говорю вот есть конкретный случай вы о нем написали пожалуйста если там просто комментарии я покупал это говно ну блин это ни о чем реально что конкретно говно воняет говном или чё вот если я покупаю у меня работает я вам показываю что работает если я покупаю у меня не работает я вам показываю что не работает вот конкретно и по-другому не будет как-то так